Застрелить медведя пришлось полицейским в Усть-Куте. Зверь забрался в гараж местной жительницы и напал на неё. Ход событий в нашем сюжете. Полицейские стреляют из автомата по гаражу, где засел медведь. Огонь ведут из окна машины. Велика вероятность того, что опасное животное может напасть на людей. После 15 выстрелов кищник ликвидирован. За полчаса до этого он едва не расправился с хозяйкой частного дома. Поцарапал, да, она как зашла в гараж, он её сразу вот так вот, как вот, по животу-то. Она убегать вот кубарем-то всё это самое, говорит, голову подняла, он, ну, как, над ней. Происшествие случилось на одной из улиц Усть-Кута. Медведь забрался в постройку, где владельцы усадьбы готовили пищу для домашнего скота. 52-летней женщине чудом удалось вырваться. По тревоге на вызов первым приехал экипаж ГИБДД. Ну, у меня это первый раз было, я не могу сказать, как часто, но бывает. И служба ППС выезжала тоже. На севере региона сотрудникам полиции регулярно приходится выезжать на подобные ЧП. Медведи представляют реальную угрозу. С начала года погибло два человека. Накануне последнего инцидента в Искуте Косолапые наведались на этот участок в черте города. Также они облюбовали соседнюю мусорную площадку. А это уже брат, медведица с медвежатами забралась на территорию детского сада. Они прошлись между корпусами, походили по газонам и ушли. В этот момент детей в лагере уже не было. В Ольхонском районе таежные гости задрали трех коров. Сейчас численность хищников при Байкале больше 17 тысяч особей. Это в разы превышает норму. Они голодают и выходят к людям. Игорь Пеханов, Ирина Малышкина, Вести Иркоск. Игорь Пеханов, Ирина Малышкова, Вести Иркоск. Продолжение следует...